Жанр гонки один из самых комплексных казуальных жанров видеоигр, который за долгие годы претерпевал множество метаморфоз. Каждая новая его интерпретация от различных разработчиков привносила что-то свое, новое, развивая жанр сквозь десятилетия. За это время жанр успел обзавестись множеством поджанров, от хардкорных симуляторов, мало чем отличающихся от управления реальным гоночным автомобилем, до самой казуальной аркады, которые не заморачиваются ни физикой, ни реалистичностью. Но кроме поджанров множились и игровые серии, их определяющие. Я думаю, каждый из вас способен долго перечислять гоночные франшизы от различных разработчиков, начиная от всем известных Forza и Gran Turismo, заканчивая более обскурными. Но даже при всей общеизвестности и сверхпопулярности различных частей Forza, Gran Turismo, Dirt и прочих конвейерных гоночек, пожалуй, только одна серия игр может похвастаться тем, что в свое время держала монополию на синонимичность с жанром аркадных гонок. Я говорю, конечно же, о серии Need for Speed. Да, ничего странного, что серия, которая за 28 лет своего существования насчитывает, страшно сказать, 24 игры, и это только основные, мать его, игры, мы не берем различные порты, спин-оффы и прочие сопряженные части, так прочно врезалась в память у различных поколений геймеров. В конце концов, с 94-го года серия существует с переменным успехом, но всегда фигурирует при этом в диалогах о жанре. Однако, несмотря на свое происхождение из-за огромной медиа империи Electronic Arts, и имея нынче бюджеты на разработку с размерной с бюджетом некоторых небольших стран, было время, когда NFS не был столь повсеместно любим. И нет, я не говорю о последнем десятилетии, когда большинство игр серии не являлись чем-либо, кроме очередной доиль неуспешного в прошлом имени франшизы, но о более раннем периоде ее существования. Начнем с того, что первая часть серии, выжившая в 94-м году, внезапно на 3DO, если кто помнит такую консоль для элитариев, провалившуюся коммерчески, и лишь спустя год и два, соответственно, была портирована на ПК и PlayStation Sega Saturn, была вовсе даже не полноценной аркадой, а имела замашки на статус симулятора, насколько это было возможно при том технологическом уровне. Но ни она, ни ее первый сиквел не стали однозначными хитами для того времени. Первый безоговорочный успех и признание серия получила с выходом третьей части, Hot Pursuit, который стал идеальным развитием идеи двух своих предшественников. От прочих типичных гоночек NFS отличало наличие, например, полиции и полноценных погонь, в том числе как отдельного вида геймплея. Четвертая часть, High Stakes, также стала относительно успешной, добавив в геймплей новых элементов, вроде возможности делать ставки в режиме карьеры и возможности поиграть за полицейских. А пятая часть, Porsche Unleashed, внезапно сделала резкий разворот в другую сторону, сохранив геймплей предшественников, но став монобрендовой игрой. Вместо множества различных дорогих авто, игра предоставляла нам на выбор лишь модельный ряд Porsche, причем не только актуальный, но и классический, прогоняя нас через всю историю бренда, в том числе и в новых режимах карьеры, вроде тест-пилота или исторического режима. К слову, версии для ПК и PlayStation различались кардинально, как геймплейно, так и визуально, но мы сейчас немного не об этом. Но данный успех не удалось развить дальше, ибо шестая часть серии, Hot Pursuit 2, стала относительным разочарованием, ибо получила весьма средние оценки как игроков, так и критиков, и при этом не предложила нам ничего особо нового. EA Black Box, которые дебютировали с этой частью серии, пришлось хорошенько посидеть и подумать над изменением концепции следующей игры. И то, что у них получилось, перевернуло жанр. А получился у них Need for Speed Underground. Но перед повествовательной частью этого видео хотелось бы поблагодарить нашего сегодняшнего спонсора. Платите дебетовой альфа-картой и получайте от 1000 рублей каждый месяц. Закажите в июле и получите вечное, бесплатное обслуживание. Need for Speed Underground вышел в 2003 году, под шикарные оценки от игрожура и игроков, перевернув концепцию серии с ног на голову. Теперь вместо дорогущих суперкаров, красивых пейзажей, погоня полиции, мы наблюдали модифицированные бэушные японские тачки, улицы ночного города и полное отсутствие погонь. Underground резко ушел в сторону культуры стритрейсинга, которая в начале нулевых обрела мейнстримовую популярность, в том числе благодаря выходу фильма Форсаж и его сиквел. В 90-х все пацаны собирали вкладыши от жвачки турбо, но теперь вместо этого, несколько позрослев, они начали обтекать при виде бюджетных японских автомобилей, заодно прикидывая, какой спойлер будет смотреться на них лучше всего. Культура стритрейсинга, зародившаяся в таком виде в 90-х, в США, импортировала не только дешевые и легко модифицируемые авто из Японии, но еще и визуальную эстетику оттуда же, которую в Америке развили по-своему, которую в итоге и популяризировал, и продвинул в мейнстрим тот самый Форсаж. А продолжили это дело уже и различные видеоигры, и даже популярные шоу на не менее популярных телеканалах. Естественно, Underground не стал первой игрой в подобной стилистике. Так или иначе, элементы культуры стритрейсинга присутствовали и в более ранних играх от других издателей. Например, Rockstar'овский Midnight Club и вовсе задумывался эксклюзивной игрой про стритрейсинг-культуру. Однако именно Underground во многом благодаря бренду NFS, а также удачному времени выхода, аккурат ко второй части Форсажа, стал тем самым двигателем стритрейсинга в массы. Более того, эта часть стала куда более популярной, чем все прошлые, сделав франшизу на время королем аркадных гонок, и познакомив с ней огромное количество новых фанатов. И еще большее количество народов, тянув в эстетику тех самых уличных гонок. В конце концов, если вы выйдете сейчас во двор, то у вас есть ненулевой шанс наткнуться там на какой-нибудь Mark II, обязательно затюнингованный силами местных умельцев. И да, я более чем уверен, что владелец этого авто в свое время увлеченно играл в Underground днями и ночами. Но в чем же феномен Underground? Лишь в модной тематике? Хм, пожалуй, стоит подробнее остановиться на самой игре, а не только на ее культурном импакте, так сказать. Ибо это довольно серьезный скачок вперед для всей серии, которая при этом значительно шагнула еще и в сторону. Знакомиться с геймплеем мы будем сразу по хардкору с основного сюжета. Да, в игре есть сюжет, что для серии было не то чтобы сильно в новинку, но, пожалуй, это первая часть серии NFS с серьезным фокусом именно на нарративе. Насколько это вообще возможно в аркадных гоночках? Тем более, что со всеми режимами игры, разве что кроме мультиплеера, мы познакомимся в ходе именно сюжетки. Да и походу откроем для себя новое авто, запчасти для тюнинга и так далее. Поэтому режим несюжетный можно в принципе игнорировать. После краткой заставки мы начинаем сразу с самого сочного. Мы, на затюненной по самые гланды Акури Интегра, гоняемся по улицам вымышленного города Олимпик Сити, с легкостью натягивая оппонентов в кольцевой гонке на два круга. После чего... Нас будет какая-то женщина. Да, в действительности все выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой, и об Акури нам остается только мечтать. Ну, зато у нас есть женщина... Ну, в смысле девушка... Ну, короче, что-то типа подруги, которая поможет нам с приобретением первого авто. И для людей, привыкших к крутым суперкарам по прошлым NFS, в этом моменте наступал культурный шок. Когда самым номинально спортивным авто среди всех доступных является Golf GTI, ожидать от игры каких-либо супердорогих элитных ламборгиньев и поршев было бы глупо. На выбор нам дают сразу несколько авто. Уже упомянутый Golf, Honda Civic Coupe, Mazda MX-5, Peugeot 206, и самый грустный выбор, на мой взгляд, Dodge Neon, который так назван, вероятно, потому что если вы выбираете себе крутой автомобиль, то это не он. Делаем свой выбор, и только наш герой успел замечтаться еще и о женщине, нас снова прерывает дерзкая Саманта, которая продемонстрирует нам местный бортовой компьютер, самую нереалистичную часть игры для начала нулевых, который тут фактически обыгрывает местный интерфейс, в котором мы выбираем следующую гонку. Кстати, о них. Сразу нам демонстрируют все типы местных заездов. Они становятся доступны нам после начала карьеры с ходу. Кольцо, гонка по закольцованной трассе на несколько кругов, гонка на выбывание, то же самое кольцо, где после прохождения круга из гонки выбивает тот, кто едет последним, спринт из пункта А в пункт Б, он также бывает еще и на время, дрэгрейсинг, знаменитый четверть мили на прямом, как стрела участке дороги, и совершенно новый тип геймплея для серии. Дрифт, гонка не на скорости время, но на то, как круто ты проходишь управляемый занос. При выборе гонки мы также можем выбрать сложность. Тут всего три уровня, и от каждого зависит твой выигрыш в денежном эквиваленте, который необходим нам, как и любому стритрейсеру, или срейсеру, или сракеру, для того, чтобы тюнинговать свою ласточку. Тюнинг, естественно, открывается не сразу весь. Запчасти будут становиться доступны нам только по ходу сюжетного прогресса. А тут он, на удивление, довольно прямолинейен. У нас есть несколько основных оппонентов, которые кидают нам вызовы в тот самый компьютер, и побеждая в гонках, с которыми мы постепенно набираем очки. В рейтинг в игре действует система ранга. Для каждого типа гонок существует своя доска лидерства, набивая очки, в которые мы постепенно движемся к первому месту, которая цель для нас во всех типах заездов. Но этот путь не близок, и с чего-то нам придется начинать. Поэтому под бодрую музычку стартуем на нашем стоковом авто и гонимся за баллами и бабосиками. После пары первых гонок Сэм откроет для нас возможность тюнинговать авто. Правда, пока только визуально. Хотя какой дурак будет вкладывать деньги в двигатель? Тормозную систему? Подвеску? Не, в первую очередь мы делаем нашу гонку-пушку визуально гонкой-пушкой, за счет спойлеров, бамперов, стикеров и свежей краски. По крайней мере, так поступают с самого начала истинные сенсеи стрит-рейсинга. Не так ли? Постепенно превращая свой скучный истоковый автомобиль в икону визуального стиля. Помогать в этом нам также будут очки стиля, которые мы накапливаем, делая крутую езду, уходя от столкновений, максимально дрифтя и занимаясь прочими непотребствами на дороге. Причем, чем больше затюнен наш авто визуально, тем больше очков стиля мы копим. И в итоге наш великий автомобиль будет оказываться даже на обложках различных журналов. Очень плохо зафотошоплено, к слову, но тогда увидеть почти живую женщину на фоне своей ласточки и улиц Олимпик Сити, к слову, с широким экраном почему-то это плохо работает, вместо улиц у нас черный фон, но игра в принципе плохо дружит с широкоформатным изображением. Например, вот это вот меню оно и вовсе, рендерится, как мне кажется, максимум 800 на 600, и это вообще никак не фиксится, хотя заезды фиксятся очень легко. И вот так постепенно мы движемся по нашей карьерной лестнице, все больше тюнингуя свое авто и участвуя во все большем количестве гонок, которые, к слову, действительно уличные по большому счету. Вместо обилия различных треков, как в прошлых частях, в андеграунде разработчики пошли по иному пути. Они смоделировали небольшой город с различными районами, каждый из которых визуально дистинктивен, и через каждый из которых мы будем гонять в ходе тех самых гонок, ибо трассы проложены непосредственно по городским улицам. Кроме трасс для драгрейсинга, но это совершенно другая история. Это, естественно, не открытый мир, просто так выехать в город мы не можем, однако сама идея на бумаге действительно выглядела на тот момент довольно необычно и идеально вписывалась в мир игры. Единственные треки в профессиональном гоночном понимании тут для дрифта, который, к слову, наверное, мой самый нелюбимый тип местных гонок, ибо либо дело в том, что у меня руки растут не из того места, либо сам по себе дрифт очень плохо оптимизирован. Вот серьезно, это единственный тип гонок, где у меня возникали серьезные трудности при прохождении очень долгое время. Причем, если моя память меня не подводит, те же самые трудности я испытывал и в детстве. И не я один их испытывал, хотя, конечно, возможно, это эффект Манделлы, и мои руки просто растут действительно из задницы, но, как мне кажется, все-таки это как с гонкой в первой мафии. Не каждый мог нормально это проходить, а если он умел это делать, то его навык ценился на вес золота. Однако, в конце концов, и к этому жанру гонок я смог найти подход. Просто поменял свой каевец, что логично, он все-таки, по-моему, переднеприводный, на импрезу. И полноприводный дрифт меня легко выручал. Да так выручал, что я отрывался от преследователей на десятки тысяч очков без каких-либо проблем. Ведь это логично, что в типе гонок, где традиционно используют заднеприводные авто, я легко доминирую на полноприводной импрезе, которая в официальных соревнованиях выступала бы с заблокированным приводом на передние колеса. Унылый, скажете вы. Ты же до этого использовал переднеприводную машину. Логично, что импреза будет лучше на полном приводе. И я вам отвечу, что, да, возможно, и логично. Но проблема в том, что импреза выступает лучше в дрифте, чем заднеприводное авто, которого для этого предназначены, мать его. Поверьте мне, я проверял. Хотя это все нюансы. Благо, проверять тут можно легко. В ходе прохождения нам открываются новые и новые авто для покупки, которые мы можем просто обменять на наш текущий автомобиль, причем весь наш тюнинг перекочует прямиком на новое авто. Где-то сейчас должен случиться массовый бугурт у автомехаников из-за такой замечательной совместимости всех запчастей у всех автомобилей в игре. Но это, скажем так, сделано скорее просто как шорткат, ибо иметь сразу несколько авто в игре мы не можем. В гараже нам доступен только один наш авто, а остальные только на платный обмен. Причем иногда могут доплатить за этот обмен и нам самим. Так что, чтобы каждый раз не докупать полноценные запчасти на новый автомобиль, нам просто дают их, можно сказать, условно-бесплатно. Хотя с визуальным тюнингом это работает несколько странно, на мой взгляд. Вместе с постепенным открытием новых авто будут открываться и уникальные запчасти. Сэм будет давать нам шанс выиграть их в гонку на время. От нее мы получаем визуальный апгрейд, вроде вот этого вот капота из карбонового волокна. А от механика Ти Джея мы получаем бесплатный апгрейд уже непосредственно в важных в гонках элементов. Двигатель, турбо, подвеска, тормоза, шины, закись азота, ну вы поняли. Такие апгрейды открываются и просто по ходу прохождения, и действительно серьезно влияют на ходовые характеристики авто, в отличие от бодикита, виниловых наклеек и дисков, например. Но унылый, скажете вы вновь, спойлеры, сплиттеры, воздухозаборники и прочее же влияют на прижимную силу и аэродинамику. Да-да, господа, не увлекайтесь, это все-таки аркада. Тут установка бодикита влияет на визуальные характеристики автомобиля и точка. Я уже молчу про полосы на капоте и прочие наклейки спортсо, которые в жизни, естественно, в разы увеличивают скорость и моешь автомобиля. Да ред госфаста, как говорится. Хотя, кто госфаста, это нам еще придется определить по ходу гона. К слову, каждый из типов тех самых гонок, включая уже упомянутый мой ною дрифт, хорошо так отличаются друг от друга. Похожими более-менее тут являются кольцо, гонка на выбывание и спринт. Тут разница только в виде трассы и в том, что в гонке на выбывание ты можешь случайно закончить вообще все еще на первом круге. В остальном же соперников столько же, улицы все те же, и трафик... Дорожный трафик... А-а-а-а... Пожалуй, это самый серьезный враг для игрока. Более серьезный, чем искусственный интеллект ваших оппонентов. Тут он не то чтобы очень хорош, ну и, кроме того, нам могут помешать собственные кривые руки. Дорожный трафик тут внезапен, как диарея в метро, и столь же стремителен. Мимо крокодила появляются по скрипту примерно в тех же местах, однако это всегда становится сюрпризом, особенно если в этот момент ты проходишь поворот и не видишь, что там впереди ждет тебя и в какой полосе закрался злостный ретард. Неважно, встречка это или попутное движение. А то и вовсе бояться надо любой из полос. Единственный тип гонки, где трафик не будет вам мешать, это дрифт. Благо, проходит он на треке. Причем на треке он проходит в полной тишине по какой-то причине, что роднит его с другим типом гонки, дрэгрейсингом, где данное решение вполне понятно. Почему? Да потому что суть дрэгрейсинга это гонка напрямой, где то, кто будет первым, определяет только мощь твоего авто и твое умение ею пользоваться, вовремя переключая передачи. Хотя я и играю в игру на ручной коробке, даже если бы я играл на автомате, в драге пришлось бы переключаться ручками в любом случае. Секрет довольно прост. Набираешь обороты до зеленого индикатора и переключаешь. Что дает тебе преимущество перед соперниками. Переключишь поздно, затормозишь на следующей передаче. А то и вовсе спалишь движок. На самом деле, я аплодирую андеграунду за реализацию дрэгрейсинга, который выглядит тут очень даже интересно. Во-первых, за счет того, что тут реально играет роль успешный тайминг, а во-вторых, за счет того, что тут такой сильный разброс переключений передач в разных авто, все тут зависит от конкретной модели, количества ступеней в КПП и так далее. Ну и в-третьих, трассы по ходу игры начинают становиться сложнее. Больше трафика, больше преград, необходимость перестраиваться и все в таком духе. Казалось бы, ничего особенного, но даже такой простой тип гонки можно всрать. Вот это пуйство. Да, да. Так что, даже без музыки, слушая лишь звуки проезжающего трафика и рёв своего мотора, гонять дрэгрейсинг не скучно. А вот в более привычных типах гонок без музяки не обойдется. В этом плане андеграунд соответствует стилю и духу стритрейсинга. Мультикультурный бэкграунд калифорнийского стритрейсинга, куда более пролетарского по натуре, чем гоночки на спорткарах, естественно, соорудил довольно разнообразное музыкальное сопровождение вокруг себя. И эта разножанровость перекричевала и в NFS. Я думаю, все знают знаменитый Эрон Дон Дон. В конце концов, это заглавная тема игры, написанная специально для неё. Но игра не ограничивает себя хип-хопом и Лил Джоном. Хип-хоп звучит в меню и после завершения гонок. А вот плейлист самих гонок, о, он куда более разнообразнее. Естественно, так как мы говорим о двухтысячных, ранних к тому же, логично ожидать в игре различные методы. И тут она не разочаровывает. В игре присутствует много кто, от ветерана роба-зомби, до относительных ноунеймов на тот момент Element 80. Они составляют нам весьма бодрую компанию на треке, и я уже молчу различного рода электронщине, которая к тому же в таком бодром исполнении звучит очень даже в тему к быстрому экшену местных гонок. Вообще, саундтрек тут квинтенциально демонстрирует как культуру стрит-рейсинга тех лет, так и эпохи в целом, довольно успешно сочетая в себе разноплановых исполнителей. И даже спустя много лет я прекрасно помню каждый трек, и как только внутриигровой плеер переключает мелодию, я... В общем, да, ост у игры был просто бомбический, и на фоне предшествующих частей очень даже хорошо запомнился. И вот так мы и будем проводить ближайшие пару часов, катаясь по ночным улочкам города, открывая все новое авто, прокачивая их как следует, и постепенно повышаясь в ранге в каждом из видов гонок. Естественно, чем дальше, тем серьезнее становятся оппоненты, тем быстрее едут наши авто, и тем сильнее на экране виден эффект местной скорости, который представляет собой эдакое размытие экрана. Кроме обычных гонок, иногда нам для прогресса необходимо будет пройти и турниры, состоящие сразу из нескольких однотипных заездов подряд, где работает система очков. Не обязательно выигрывать все заезды, достаточно победить по очкам. Хотя, даже если мы не заработали всех денег, любое авто спокойно поддается максимальному тюнингу и так. Как я уже говорил, у нас всего один слот под авто, так что тратить много денег на пополнение автопарка просто невозможно. Хотя, конечно, желание понабрать разных машинок очень сильно. Да, и их можно при этом безболезненно обменять, но каждый раз менять визуал при обмене авто на новое довольно геморно. Плюс, как я уже говорил, для дрифта я нашел пригодный только импрезу. На мой взгляд, это единственная нормальная машина, которая набирает очки. Так что мне приходится постоянно обменивать ее снова и снова на свое стандартное авто ради одного только типа гонок. Но, с другой стороны, открывающиеся по ходу игры автомобили радуют разнообразием и относительной доступностью. Напомню, стритрейсинг все же корнями своими занятие довольно пролетарское, несмотря на то, насколько он коммерциализировался в будущем. Так что на выбор нам дают не лакшери-мобили, в основе своей, но бодрой рисовозки, не слишком свежих годов производств по большей части. Хотя встречаются и вовсе экзотичные по меркам NFS-авто, вроде Hyundai Tiburon'а. Первая корейская машина в серии Need for Speed, между прочим. Но, например, встречаются и такие крутые вещи, как Супра или Старушка Рыкса, которые присутствовали в первой части NFS. Правда, тогда они были не бэушными, относительно бюджетными пушками-гонками, а вовсе даже и новинками. Хотя сейчас, конечно же, Супра и Старушка Рыкса будут коллекционными вещами. Хотя 20 лет назад они были относительно доступны. Хотя не только Супрами и RX-7 едины. Вообще, даже сейчас многие из авто, представленных в игре, ценятся на вес золота энтузиастами. Я уж молчу про какой-нибудь Skyline, который, благодаря второму форсажу, стал настоящей мечтой для любого причастного к культуре. Хотя, конечно, сложно сделать дизайн а-ля Брайану Коннор в этой игре, но разнообразные опции того самого дизайна, различные виниловые наклейки, краски разного рода, диски, обвесы и все остальное делает Underground почти идеальной платформой для творчества. Хотя, я должен сказать, что чувства вкуса у меня в этом плане отсутствует, но даже при всем этом у меня получается делать довольно уникальный облик для своих авто. Хотя, ничего не мешает вам оставить их в стоке, например. И тюнить только внутренности авто. Тем более, что у каждого модифицируемого аспекта аж три уровня прокачки. К слову, при покупке апгрейдов мы можем выбирать бренд покупаемой вещи. Однако, это чисто ради иллюзии выбора, ну и, естественно, рекламы. Да, игра не просто так запихнула десятки брендов автотюнинга в виде стикеров и апгрейдов. Реклама, господа. Платите дебетовой альфа-картой и получайте тысяч рублей каждый месяц. Закажите в июле и получите вечное, бесплатное обслуживание. Но вернемся к прогрессу. В остальном, продвижение по сюжету тут не то чтобы быстрое. Да, сообщения от соперников становятся сначала раздражительными, а затем уважительными. Да, мы будем обходить все новых и новых соперников. Но пока мы не дойдем до момента, когда нашим соперником станет... Саманта? Да, никакой тебе дружбы и никаких половых отношений. Только дуэль. Сэм, кажется, обладает чуть более умным ИИ, чем обычные соперники. Однако победа над ней даже на сложном уровне не заставит затратить огромное количество усилий. Но даже если мы проиграем ей, то нам всего лишь покажут кат-сцену и дадут переиграть. И по итогу она проигрывает свое авто, которое забирает Ти Джей на эвакуаторе. А Сэм после всего этого смертельно обижается и не говорит с нами до самого конца игры. Но мы, будучи на нашем Sigma Grind Set все же не обращаем внимания на женщин и движем дальше. У нас осталось не так много соперников. К слову, всего в игре 111 этапов и вскоре мы добираемся до последнего из них. Судьба предоставляет нам шанс поквитаться с Ти Джеем, который маленько поуродовал авто Сэм. Но что же это? 111 гонок завершено? Неужели осталась еще одна? Да и какая? Это же тот самый Эдарас, который всю игру строил из себя антагониста. Ну, настало время последней битвы. Скайлайн против Скайлайна. Добро против зла. В последнем спринте через город. Честно признаюсь, к этому моменту уже, пожалуй, вся карта была использована в качестве основы для треков, поэтому окружение маленько подприелось. Серьезно, из-за небольшого самого по себе города все повороты и локации уже, знаешь, наизусть под середину. И большинство треков повторяют друг дружку в том или ином аспекте процентов на 70, если честно. Это как минимум. Единственное, что не задействовано в карте, это треки с драгрейсинга, ну, естественно, и с дрифта. Ну, в дрифте мы катаемся на профессиональных гоночных трассах, а треки из драгрейсинга находятся где-то в внешней вселенной или в других районах города, которые не задействованы на основной карте. Но и они повторяют друг дружку процентов на 70, повторяясь через один. Но в любом случае, Эдик повержен, нас поздравляют все подряд, но что это? Еще одна гонка. Нас вызывает неизвестный 350Z. И теперь на кону стоит разве что... Да ничего, я вообще не знаю, зачем этот Ниссан нас вызвал, кто сидит за рулем и вообще какого хрена. Но ладушки, после нескольких кругов и с ним тоже покончено. И теперь уже точно все. Мы прошли всю игру и наслаждаемся последней катсцены. Да, если честно, Сэм, ты мне как-то даже больше нравишься, что ли. И на этом заканчивается Need for Speed Underground. Конечно же, в игре есть еще и мультиплеер со сплитскрином, но основной фан, естественно, был в прохождении сюжетки и открытии новых авто и тюнинга к ним. Хотя, ладно, особого фана в сюжетке не было. Сюжет это от силы на абзац, и построен он по принципу типичных таких молодежных фильмов из 80-х про противостояние юного стеснительного героя с большим тупым популярным Булли, у которого красивая Тян, и в этом противостоянии нам помогает не менее симпатичная, но чуть более пацанская Тян. Ну, вы знаете, сюжет, который даже Южный парк пародировал 20 лет назад. Но, глядя на современные сюжетные гоночки, я должен сказать, что предпочту такой сюжет любому другому. Да и нужен ли сюжет в игре про стритрейсинг? Ну, вообще, его подобие не помешает, и андеграунд действительно даже помогло. Вообще, весь процесс в прохождении, даже несмотря на то, что трасса к середине игры уже все выглядят одинаково, примерно как то, что ты уже десяток раз объехал, это не слишком докучает. Игра не перебарщивает со сложностью, а напротив, порой кажется даже очень легкой. Хотя, за то, что кетчап отстающих соперников не слишком заметно, я готов игре поаплодировать. Обычно искусственный интеллект, который привязан резинкой к игроку, подбешивает, и его заметно замилю, но тут его почти не используют. Игра справедливо стала хитом, и быстро стерла из памяти не слишком удачный ход Пурсью 2, при том, что лишилась серию на время такой важной составляющей, как полиция, и погоня от них. И это, я напомню, в игре про нелегальный стритрейсинг, стоит заметить. Но, новая формула оказалась слишком успешной, и теперь, я думаю, у многих геймеров NFS в первую очередь ассоциируется именно с той самой эпохой стритрейсинга. После прохождения нам также будут открыты все уникальные авто, встречающиеся в игре в рамках свободных заездов, но, я думаю, мы и так насмотрелись на Олимпик Сити. Все же чувствуется в этом аспекте идея реализации города, в рамках которого нарисуют трассы, была крутой, но исполнение слишком подкачало из-за масштабов города. Но это не сильно замечаешь, гоняя на скорости 200 км в час под статик X, включая закись ашота и отрываясь от соперников все сильнее и сильнее. Единственный минус андеграунда сейчас это то, что игра действительно плохо работает на современных системах. Ей очень не помешал бы технический ремастер. Во-первых, без костыля она в принципе не работает в Full HD, да и даже с костылями в Full HD жив только во время гонок, как я уже говорил, а в меню мы довольствуемся вот этим растянутым квадратом, да еще и в низком разрешении. Про заставки я вообще не говорю. Странно было бы ожидать что-то от зарендеренных 800 на 600 CGI видеороликов, но все же и это ремастером можно поправить. Главное не выпускать под именем андеграунда совершенно новую, да еще и крайне посредственную игру, как это было с Most Wanted'ом. Как же они испортили нашего мальчика, боже мой. Но даже сейчас с небольшим количеством геморроя игра запускается в любом разрешении и, честно, даже вполне неплохо выглядит. Ладно, модельки трафика состоят из двух полигонов, да, текстурки города оставляют желать лучшего, да, но посмотрите на наше авто и авто соперников. Серьезно, это выглядит круто даже сейчас, а эффект размытия на скорости помогает маскировать довольно бедное визуально окружение. Но это я говорю о сейчас. А тогда, почти 20 лет назад, андеграунд справедливо запал в душу целому поколению геймеров. И ведь и такой успех электроники недолго думали и решили продолжить тематику стритрейсинга следующей частью Need for Speed'а, выпустив прямой сиквел андеграунда Need for Speed андеграунд 2. Вообще, это довольно уникальный случай для серии, что сиквел под серией выходит так быстро. До этого мы видели только две части Hot Pursuit и разделяло тех приличное количество времени и аж целых две номерные части. А тут мы сразу за первым андеграундом видим второй, причем вышел он став хитом ничуть не меньшим. Еще до релиза нам обещали развивать идеи предыдущей части и заодно раскрыть игру с новой стороны. Впервые в серии появлялся полноценный открытый мир. Если не считать Porsche Unleashed, конечно, но там свои условности. Причем нам дали для исследования целый новый город Bayview, такой же вымышленный как и Olympic City, но на этот раз куда больший в размерах и основанный так или иначе на Лос-Анджелесе. Но я забегаю немного вперед. Мы же еще не начали знакомиться с игрой. Первым делом, естественно, после заставки о том, что мы не можем гонять в реальности как мы гоняем в игре, озвученной моделью Брукберг, игра встречает нас не менее эпичным узлом, чем Эрон Дон-Дон в первой части. А я бы сказал даже куда более интересным треком от Snoop Dog'а и компании Riders on the Storm, который, естественно, очень много заимствует из оригинальной композиции от Doors. Ну а сюжетная же составляющая второго андеграунда начинается... Ну... Эээ... Если я говорил, что сюжет первой части это идеальный пример сюжета спортивного молодежного фильма из 80-х, то этот сюжет это его прямая эволюция, что логично для сиквела. Мы продолжаем историю героя первой части, который всех победил во флэшбеке. Однако, просто так отпраздновать нам не дали. И на связь выходит какой-то хрен и предлагает нам вступить в его... ...банду стритрейсеров. Ну что ж, мы игнорируем его и двигаемся дальше побеждать всех и вся. Как вдруг... да уж... Но похоже, что наш главный герой выжил, пускай и в утиль отправилось наше транспортное средство, но страховка помогла выручить нам немного денег, а Сэм помогла нам с билетом до Бейвью и контактом. Рэйчел, ее подруга, которая согласилась одолжить нам авто для поездки из аэропорта. Как и в первой игре, для начала нам дают насладиться полноценным, полностью затюненным авто. Ну а по окончанию заставки нам уже звонит и сама Рэйч, и знакомят нас с последним словом в мире технологий. Short Message System или SMS. Забавно, что в первом андеграунде у всех были суперфутуристичные компьютеры в авто, а тут всего лишь по сути мобила. Но да ладно. Первая задача проста. Доехать до автодилера, где мы можем сменить конфетную Z-ку на что-то попроще. И заодно тем самым мы знакомимся с открытым миром игры, который, как я уже говорил, представляет из себя целый город. Правда, в лучших традициях подобных игр открыто пока нам будет лишь малая его часть. В пути нам поможет еще один суперсовременный гаджет GPS, который тут выполнен в виде стрелочки сверху со звуковой индикацией. Однако, по ходу нашей поездки, так как авто не наше, нам будут приходить сообщения, предназначающиеся для Рэйчел, в том числе и приглашения на гонки. И хотя Рэйча говорила нам быстренько вернуть ее авто, ничего же нам не мешает немного погоняться, не так ли? Гонок будет сразу несколько. Все они опциональны, но за победу нам дадут денег, а это, как известно, лишним не бывает. После того, как мы вдоволь покатаемся по городу и поучаствуем в гонках, в автосалоне нас встретит изрядно раздраженная Рэйчел. И на выбор нам предложат сразу несколько авто. Некоторые знакомые во прошлой игре, ну а некоторые уникальные для сиквела. Интересно, почему тут для Корса выбрали Воксхол, а не Опель? Ну да ладно. Кроме того, в разных версиях игры автопарк мог различаться. Выбираем первое авто и движемся в наш гараж, который любезно одолжил нам Рэйч. Гараж выполнен тут в роли некоторого хаба. Во-первых, это буквально гараж. Тут мы можем хранить наши авто, которых на этот раз может быть сразу несколько. Спасибо, игра, это действительно крутое дополнение. Ну а также мы можем выбирать уже купленные апгрейды и устанавливать их на авто. Пока апгрейдов нет, так что опустим этот момент. Зато стоит взглянуть на еще один интересный новый элемент. Это настройка авто. Тот самый тюнинг без дополнительных модификаций. Мы можем настроить авто на определенные типа гонки. И насколько эта настройка влияет на результат я не знаю. Особо я этого не почувствовал в прохождении, поэтому сильно не запаривался на этот счет и после пары тестов на треке забил на это. Ну а после мы наконец можем приступить к тому делу, ради которого люди и играют в NFS. Гонки. Да, из-за наличия открытого мира до гонок нам нужно еще доехать, и вместо простого выбора гонок, как было в прошлой части, мы тут находим их на карте и едем до них по навигатору. На карте они отмечены в виде кружков разного цвета, так же как отмечены к определенному типу гонок. В основном уже привычные нам гонки. Кольцо, спринт, дрэк, дрифт, о господи, только не д... Так, погодите-ка, какого хрена тут делают другие гонщики? Да, в дрифте внезапно нас ожидает нововведение. Теперь вместо пустого трека в дрифте нас ждет соперничество, что на самом деле больше напъягает, особенно учитывая тот факт, что при столкновениях между авто механика начисления очков ломается и гонщики набирают больше очков, если врезаются друг в друга во время заноса, что в целом полностью противоречит известным мне правилам дрифта, но да ладно. Классический же режим дрифта в солянку в игре тоже есть, правда его перенесли уже в город, а точнее в середину игры, когда нам нужно будет открыть горные дороги боевью, там и будет проложен, так сказать, даунхилл дрифт. Режим, в котором наличие соперника напрашивалось, но по какой-то причине они, видимо по причине излишней гениальности, Блэкбокс решили запихнуть четырех соперников на узкую круговую трассу для дрифта вместо длинной даунхилл трассы. К слову, об узких круговых трассах для дрифта. Они теперь еще также используются для одного режима стрит-экс, просто гонка на трассах, которые больше подойдут для картинга. Но по крайней мере не надо входить в занос постоянно, уже хорошо. Захиси Азота пользоваться также нельзя, что в принципе логично, судя по размерам трассы, а вот гонки на выбывание куда-то пропали. Что несколько странно выглядит, так как по мне довольно фановая вариация обычного кольца все-таки была, зачем ее убирали непонятно. Но с другой стороны появился еще один новый режим профессиональная лига, видоизмененный турнир из первой части, где мы вместо обычных уличных трасс гоняем на несколько заездов по профессиональному гоночному треку. Ну или не слишком профессиональному, но это уже детали. Короче, не по улицам. Этот режим открывается нам в ходе сюжетного прогресса и заодно позволяет заработать больше денег. За счет того, что за победу в соревновании нас ожидает награда в виде контракта со спонсором, который дает нам деньги, и возможность забрать бесплатный спонсорский автомобиль. Но до того, как начинать всех натягивать на полноценных кольцевых гонках, нам придется серьезно заняться любимым делом стритрейсеров, прокачать свою тачку. Механика тюнинга тут изменилась не сильно, разве что теперь отдельные типы улучшения можно купить только в специализированных гаражах. То бишь, прокачать гоночные характеристики за счет установки закиси азота или новых тормозов можно лишь в одном гараже, а установить спойлера и бодикит в другом. Но, более того, для визуального тюнинга теперь действует аж три различных типа гаражей. Первый специализируется на бодикитах, колесах и все на таком прочем. Второй на покраске и аппликациях, ну и финальный на различных аксессуарах, начиная от падать цветки, заканчивая внешним видом спидометра и установки в багажнике экранов до сабвуферов. Да, в этом отношении игра расширила возможности визуального тюнинга, теперь после каждого заезда во все три гаража так и слышится где-то вдали смех экзибита Экс, кстати, также присутствует и на саундтреке игры, забавно. Но, естественно, путь к настоящей прокачанной тачке тернист и небыстр. Визуальные не только апгрейды открываются медленно и привязаны к нашим победам в гонках и дуэлях. К слову, еще одно новшество игры, теперь любого гонщика, которого мы встретим на карте на улице в ходе свободной езды мы можем вызвать на дуэль, кто кого обгонит. Это никакое не натягивание соперника на светофория, что было бы логично, нет, это погоня на увеличение расстояния от соперника. Не самое веселое занятие, как по мне, которое даже не скрашивают различные голосовые сообщения при интеракции с теми самыми водителями, потому что игра сама по себе сломана, и в этом аспекте порой, когда мы обгоняем нашего соперника, нам все равно зачитывается отставание от него. Странно. Хотя игра в целом богата на звонки от различного рода соперников, если мы уж говорим об этом. Но кроме них и звуков двигателей, естественным звуковым сопровождением игры становится и саундтрек, который, как и в первой части, поделен ровно пополам. Меню отдано под хип-хоп, я уже упомянул Снупа и Экзибита, ну а поездки по городу и гонки сопровождаются рачком. И в отличие от первой части, гоночная составляющая оста игры мне не сильно зашла. Иронично, наверное, что по именам второй андеграунд ничуть не проигрывает, а с музыкальной точки зрения композиции там подобраны ничуть не хуже. В конце концов, в игре есть трек от Queens of the Stone Age, но проблема в том, что все композиции гоночной части саундтрека хуже вписываются именно в Drive-O-West геймплее. В первой части был прямый кшон атмосферы и все дела, которые разбавляли еще и быстротемповой долбящей электронщиной, а здесь же эх, мех какой-то. Хотя вот менюшная музыка зашла мне больше именно во второй части. Прости, Лил Джон. И вот так мы и будем проводить следующие десяток часов геймплея. За победой в турнире, который тематически начнет второй акт игры, стоит не только сама победа и спонсорский контракт, но открытие второй части Bayview для исследований и гонок. Слот для спонсорского авто, который мы можем занять любым авто из автосалона, и самое интересное, обложки на DVD. Да, то, что в первой части давалось нам по окончании гонок из-за большое количество очков стиля и рейтинга, тут нам дается несколько сложнее. К фотосету нужно приезжать. Либо просто на место, после чего мы сами настраиваем кадр, как нам нужно, двигая авто, открывая и закрывая двери, меняя ракурсы, либо же нам устраивают гонку на время до места фотосета, эдакое подобие гонок с запчастями из первой части. Причем, в отличие от прошлой части, во втором андеграунде очки стиля несколько переработали, и теперь за присутствие на обложке отвечают только, по сути, звезды нашего визуального рейтинга. А очки стиля, зарабатываемые тем же самым способом, просто увеличивают наше количество закиси азота, восстанавливая ее или добавляя в, так сказать, второй баллон. Реалистичности ноль, зато нитро теперь можно использовать намного чаще. Новая часть города дает нам не только гонки, но и возможность открывать те самые новые запчасти в магазинах на территории, ранее закрытой к посещению. В каждой части города есть автомагазины и автосалоны, и прочее, где нам открывают какие-либо новые детали или авто. За этим нужно следить в СМС. Касательно авто, к слову, автопарк игры серьезно расширили в сравнении с первой частью. Кроме новых стритрейсерских авто, в игру добавили настоящих маслкаров, пусть всего два, Мустанг и Пантиак ГТО. Но и это еще не все. Во втором андеграунде появились джипы. Да, сраные внедорожники, на которых можно гонять точно так же, как на обычных легковушках. Правда, после того, как ты поездил на тюнинной тачке, садиться на стоковый эскалейд или навигатор и пытаться на нем гонять физически просто больно. Поверьте, эти неповоротливые куски кала ведут себя вполне логично для внедорожников, а именно едут как дерьмо. Но потому им и нельзя принимать участие в обычных гонках, только лишь специализированных. Хотя отличаются они от обычных мало чем, лишь меньшим количеством и совсем скромной вариативностью в типах. Но, признаемся честно, данные внедорожники добавили в игру чисто для того, чтобы их прокачивать. В конце концов, культура тюнинга и модные в то время большие черные скалейды больших черных парней не чужды друг другу. Да, понятное дело, что и продакт-плейсмент никто не отменял. Наличие в игре различных авто диктуется не только лицензиями или желанием разрабов, но еще и продакт-плейсментом тех самых авто, запчастей и прочим. А прочего тут полно. Второй андеграунд это настоящий кладезь продакт-плейсмента среди игры. В конце концов, даже мессенджер с реальными брендами, которые заплатили хорошие деньги за то, чтобы проявиться в игре. А мы тем временем продолжаем раскручивать сюжетные перипетии игры. Кроме гонок на профессиональном гоночном треке, профессиональная лига проходит также и на других трассах, например, в аэропорту. Благо, при прохождении новых профессиональных лиг сюжет двигается чуть вперед. Все в том же самом комиксном стиле. Красиво, конечно, но лично мне непонятен этот шаг перехода от 3D-анимации к статичным картинкам, хотя делать их, конечно же, в разы проще, особенно когда рисуешь с реальных людей, но все же. В ходе данных заставок нас также познакомят с той самой бандой стритрейсеров, из-за невступления в которую нас решил убить чувак с татуировкой косы. И он теперь, видя наши успехи в городе, решает не убивать нас по новой, но ставить против нас своих гонщиков, чтобы те унизили нас. Бл-х. Гениальный план, ничего не скажешь. Но хотя бы в этот раз он послал против нас женщину, а, знаешь, что наш герой ими и так окружен. Привет, Рэйч и Сэм. Добавление еще одной, видимо, как-то должно было нарушить наш внутренний баланс или что-то типа того. На самом деле, это сделано для того, чтобы дать мальчикам-подросткам побольше фаб-материала, но это я так, к слову. Кроме уже перечисленных ранее и еще нескольких экспозиционных комиксных заставок и заставок, объясняющих нам различные режимы гонок, каких-то серьезных сюжетных роликов мы больше и не увидим почти до самой концовки. Ну, а она, как вы понимаете, приходит после того, как мы откроем весь город и пройдем максимальное количество заездов. А, между прочим, город тут действительно значительно больше, чем в предыдущей части. Оно и логично в открытом мире, но, с другой стороны, разнообразие здесь реально ощущается, особенно, когда открываешь новые его участки. Ну, а попутно мы покупаем все новые и новые авто, всего у нас 5 слотов, и максимально их прокачиваем в процессе. По факту, мы будем настолько хороши, что даже наш изначальный враг, Никки, та самая женщина, которую против нас поставил Калиб, лидер банды стритрейсеров, переходит на нашу сторону. Главгерой, видимо, потихоньку собирает френдзонный мини-гарем из гонщиц модельной внешности. Однако гарем это одно, а вот сюжетный прогресс это абсолютно другое. Где-то в последней третьей игры искусственный интеллект соперников на сложном уровне начинает давать нехилый челлендж. Серьезно, мне пришлось понизить сложность до средней, чтобы хотя бы как-то пройти до сюжетного финала. И то на среднем соперники порой вытворяли супер-дичь. В основном, в виде постоянного несправедливого кетчапа на последних кругах. И если в этом отношении первая часть была игрой довольно простой, давайте это признаем, то второй андеграунд вовсе не шутит. Эти ублюдоны рвут и мечут, пока мы их не увидим, а иногда и прямо на нашем поле зрения. Серьезно, любая кольцевая гонка становится маленьким адом на последнем круге, особенно прямо перед финишем. Не счесть, сколько гонок было проиграно именно в последний момент. А учитывая то, что трафик из игры никуда не делся, и он, как обычно, внезапен, как понос, да, порой после столкновений нас просто обходят. Искусственный интеллект игры сам по себе, прямо скажем, не блещет тем самым интеллектом, а только лишь своей искусственностью, так сказать. Да, эти приколы с постоянными поворотами в никуда из ниоткуда постоянно встречаются, особенно в профессиональной лиге. Но вот даже по полной прокачав наше авто и пройдя все гонки, я столкнулся с тем, что да, сюжет так никак и не хочет достичь своего финала. Серьезно, карта была зачищена, и я не понимал, что игра от меня хочет. Я даже прошел все гонки на внедорожниках, будь они неладные, но финал все так же не приходил и не приходил, даже после нескольких гонок преследования. Я уже было отчаялся пройти второй андеграунд, как вдруг вспомнил о звонках других гонщиков, говорящих об экшене в определенной части города. Да, для того, чтобы пройти игру, необходимо искать те самые гонки. Вот так сюрприз. Благо, это не очень сложно. Достаточно хорошо знать город и внимательно слушать каждое сообщение. А уж большой светящийся индикатор пропустить сложно. И вот, после пары таких гонок, игра решает таки допустить меня к своему финалу. Сатана стритрейсинга, он же Колеб, вызывает нас на финальную дуэль. На кону абсолютно все. Наша карьера, наша честь, наше авто, наша задница, в конце концов. И... нас ждет сложная... Ахаха, нет, тут довольно простая пятикруговая гоночка против черного пунтиака. Серьезно, финальная гонка тут это просто какая-то шутка. И даже периодически ошибаясь и теряя драгоценные секунды, я все равно обставил Колеба с огромнейшим запасом, и его индикатор я даже на карте не видел последний круг. Да, победа! Нас поздравляет наш небольшой гарем белых стандартов унылой красоты начала нулевых. И... все, перед нами открыт весь город, в котором, правда, особо нечего делать. И на этой ноте заканчивается Need for Speed Underground 2. Достойный сиквел и так отличной аркадной гонки, который в чем-то лучше, в чем-то хуже, а в чем-то идет вровень со своим приквелом. Да, из-за открытого мира у игры проседает пейсинг, но не ради же сюжета мы играем в аркадные гоночки, не так ли? Тем более, что он в обоих частях до безобразия примитивен, и даже не вторичен, четвертичен, десятиричен, мать его. Да, сложность порой кусается, но зато игра дает хоть какой-то челлендж, пускай и не всегда честный. Да, внедорожники тут нахрен не нужны, но зато новый автопарк выглядит чуть более разнообразнее прошлой части. Ну и, конечно же, местные обширные опции к тюнингу дают себя почувствовать настоящим воплощением West Coast Customs в одном лице. Обе игры действительно не хватает звезд с неба в плане хоть какой-либо правдоподобной реалистичности, в конце концов, в игре, где столкновение с трафиком это постоянная, вечная, бесячая обыденность, полностью отсутствует система повреждений, а на ночных улицах города, где идут нелегальные гонки, полностью отсутствует полиция. Но зато в обеих играх есть очень один важный элемент. Фан. Серьезно, оба андеграунда игры очень фановые в первую очередь. Неудивительно, что они так сильно повлияли на жанр в целом и помогли популяризировать модную тогда субкультуру еще больше, да так, что отголоски влияния этих игр чувствуются до сих пор, хотя серия давно отошла от той самой фокусировки на субкультуре настоящих стритрейсеров, как, в принципе, и другой массовый популяризатор той же самой культуры, Форсаж, который после третьей части стал просто очередной франшизой боевиком, где просто присутствуют на фоне машинки. Но это уже совершенно другая история. Как и история серии Need for Speed, которая по сей день жива, хотя той популярности, которая была в ее стритрейсинговый период, у нее уже давно нет. После андеграундов было еще две игры, полностью посвященные той же самой теме Most Wanted и Carbon, но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз. Спасибо за просмотр. Это немного нетипичный титр для моего канала. Да, я рушу четвертую стену и обращаюсь напрямую к аудитории, но это немного нетипичное видео. Это первое в череде ежемесячных бонусных видео на моем канале, которое стало возможным благодаря моим бустерам, список которых вы можете видеть сейчас на экране наравне со спонсорами и патронами. Поэтому, если вы хотите присоединиться к ним, то можете последовать по следующим ссылкам и выбрать уровень своей поддержки с соответствующими перками на любой вкус. Кроме того, весь бонусный контент вы можете получать отдельно без какой-либо рекламы. А кроме бонусных видео, вам также будут доступны аж два небольших ежемесячных подкаста на абсолютно любом ужин. Ну а для остальных это видео стало возможным благодаря еще одному сегодняшнему спонсору, уже знакомому нам Альфа-банку. Платите дебетовой альфа-картой и получайте тысяч рублей каждый месяц. Закажите в июле и получите вечное бесплатное обслуживание. Видели, видели, что я сделал, а?